МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вот когда в краю становится теплая весенняя погода, специалисты сказать не могут. Уже на 5 мая готов очередной шторм прогноз. После заметно похолодает 6 числа. В ночные часы температура воздуха опустится до минус 5 градусов. Днем будет от 3 до 8 со знаком плюс. Точно непогодные условия стали причиной аварии, которая произошла сегодня утром в барнаульском селе Лебяжьем. Здесь лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Тойота-Королла. Выбирается жестко. Советские автомобили. По словам очевидцев, есть пострадавший. Среди них грудной ребенок. На фотографиях и социальных сетей видно, как спасатели режут ремни, удерживающие детское кресло. Также сообщается, что на обочине лежат пассажиры. На место происшествия выезжали 4 кареты скорой помощи, в том числе детская реанимация. Алтайский край отнесли к территориям с недостаточной безопасностью дорог. Об этом сообщает газета «Бийские рабочие». О чем еще пишут журналисты изданий Сибирской медиагруппы. В обзоре далее. В прошлом году в край зарегистрировали почти 1300 ДТП, которые случились из-за плохого состояния дорог, и в которых погиб 71 человек, пишет газета «Бийские рабочие». Такие данные повлияли на рейтинг алтайских трасс, который составил Межрегиональный общественный центр за безопасность российских дорог. Всего в рейтинге 50 регионов с населением свыше миллиона человек. При оценке дорог учитывали статистику ДТП, число раненых и погибших в них, протяженность дорог региона и размер автопарка. Лидером рейтинга стала Томская область. Ее отнесли к так называемой «зеленой зоне» с безопасными дорогами. Алтайский край попал в «желтую зону» с недостаточной безопасностью. Примечательно, что наш регион оказался на 31-м месте в рейтинге. Это последняя строчка до красной или самой опасной зоны. А вот в Рубцовске открыли горячую линию по общественному питанию. Консультировать по данной теме весь май будет Роспотребнадзор. Об этом пишет городской портал «Рубцовск.Инфо». Он также уточняет, что горячая линия заработала в преддверии теплого сезона, когда в городе открывают летние кафе. И, как показывает практика, горожане не всегда довольны их санитарным состоянием, обслуживанием и качеством приготовленной пищи. Жители Алтайского края приглашают поучаствовать в интернет-марше, сообщает полиция БРО. Всероссийская акция к 9 мая стартовала сегодня на сайте «Стена признаний». Здесь можно рассказать о подвигах своих близких в годы войны. Для этого нужно прикрепить фотографию героя, а также отметив в тегах свой населенный пункт, поделиться записью в социальных сетях. Каждая история будет отмечена специальным стикером «Честь Победы». Елена Макаренко, Наши новости. Жители Октябрьского района Барнаула просят ликвидировать свалку, склад с непонятными порошками и жидкостями. Горожане утверждают, что ранее он принадлежал к комбинату химических волокон, но после остановки деятельности предприятия химические вещества никто не утилизировал. Склад находится неподалеку от разрушенных цехов. Небольшое кирпичное строение спрятано за деревьями. Но, как рассказывает местный общественник Евгений Красильников, сюда регулярно забредают сталкеры и дети. Насколько здесь безопасно, сказать сложно, ведь прямо на полках лежат вскрытые тары и пакеты с порошками непонятного происхождения, огромные бутыли с надписями «Азотная кислота». Это вещество, которое применяют в медицине, химической и военной промышленности. Я обращался в комитет по экологии и природным ресурсам Алтайского края. Они написали в том духе, что химикаты якобы в упаковках, недоступны для людей и неизвестного происхождения. Раз они не знают, что это за химикаты, то не исключено, что они могут быть потенциально очень опасными. Теперь Евгений Красильников ищет помощи у представителей Общероссийского народного фронта. Подробнее смотрите в нашем вечернем выпуске. Тем временем жители Рубцовска начали собирать коллекцию фотографий с изображением стихийных свалок. Все собранные снимки после передадут в администрацию города. Люди надеются, что таким образом смогут привлечь внимание властей к антисанитарным условиям на улицах Рубцовска. Кучи мусора здесь обосновались и продолжают расти. Местные жители говорят, что за порядком не следят коммунальщики. Власти же уверяют, что люди отказываются платить за вывоз мусора и выбрасывают его где придется. У специалистов по отделочным работам появится больше свободного времени. В Барнаульском комбинате железобетонных изделий презентовали новую производственную линию для выпуска бетонных панелей. Эта современная технология позволяет получать струйматериал, которому не требуется дополнительная обработка. Последние разработки в области производства прямиком от немецкой фирмы. Барнаульский комбинат железобетонных изделий запустил особую линию, с которой панели выходят самого высокого качества. В отличие от привычных категорий А3 и А5, у этих изделий нет пористой поверхности. Мы получаем поверхность практически А1. И это позволяет не только клеить обои, но даже делать без подготовки покраску. Поэтому отделочники нужны будут только тогда, когда надо будет привести в порядок швы между плитами. Владимир Отмашкин шутит. Эта немецкая технология когда-то была советская и теперь вновь возвращается в Россию. Линия конвейер, в котором опалубочные поддоны движутся поочередно по 11 постам. Точность технологии задана механизму. Процесс максимально автоматизирован. Производительность новой линии до 1000 квадратных метров в сутки. Это увеличит количество квадратных метров, объемы производства. Это увеличит ретабельность предприятия. И самое главное, я думаю, удовлетворенность спроса наших потребителей, покупателей квартир, которые будут заходить. Качество. Значительно в разы вырастает качество. Такие предприятия, пример вот такого развития, таких вот продвинутых, можно сказать, руководителей. Это и есть основа экономики и Барнаула, и края, и России в целом. По словам гендиректора инвестиционной строительной компании «Союз» Владимира Отмашкина, новая линия позволит выполнить президентскую задачу и увеличить объемы строительства жилья в полтора раза. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды ООО «Аквамастер». Синеводье Премиум – это натуральная, полноценная питьевая вода высшей категории качества. Добывается из скважины глубиной 210 метров. Для вашего удобства мы выпускаем воду разных объемов. Синеводье Премиум содержит в оптимальных для ежедневного употребления пропорциях необходимые организму элементы и является сбалансированной водой для питья и приготовления пищи на каждый день. При заказе воды назовите оператору кодовое слово «Белокурихинская» и получите подарок. В крае облачно, возможен дождь, ветер юго-западный умеренный. Температура в Рубцовске плюс 14, в Славгороде 11, в Валейске, Камни-Набибийске 10 градусов тепла. В Зминогорске, Белокурихе 9 и плюс 8 в Заринске. В Барнауле дождь, ветер юго-западный умеренный, днем около 9 тепла. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.